приветствуем вас в этом пятничном выпуске ньюс блока крипто на канале крипто комманс событие дня вам уже скорее всего известно рынок ушел в коррекцию для этого есть множество причин в том числе и затянувшиеся крайне интенсивное движение вверх для здорового продолжения которого конечно же необходимо коррекция кроме того рынок сша был омрачен отчетом согласно которым индекс цен производителей вырос на 0 2 процента что также стало возможным негативным триггером повлиявшим на такую просадку конечно коррекции не очень приятные но помните главное они являются неотъемлемой частью любого рынка и уж тем более такого активного и волатильного как крипто так что дорогой зритель тебя успокаивать не буду а лишь скажу и не такое видели в любом случае у меня для тебя есть что рассказать и так сегодня выпуски важное от binance завершён новый апгрейд кошелька в app 3 джастин сан прокачивает протокол и верфай депозитом почти в половину миллиона долларов ванаг считает что эфириум и тиф превзойдут и тиф биткоина и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка вместе с кевином свэнсоном оставайтесь с нами и так важное объявление binance связанная с сетью солана кошелек binance веб 3 завершил интеграцию сети солана в свой механизм свопа запущенный всего лишь в ноябре прошлого года кошелек binance веб 3 позволяет пользователям обменивать или свопать тысячи криптовалют в различных блокчейнах что с того скажешь ты а вот что мосты между блокчейнами являются до сих пор одним из самых сложных моментов при реализации дефай в них зачастую находятся уязвимости которые становятся известны хакерам из-за чего как собственные средства проектов так и средства пользователей находятся в зоне риска зачастую попадая под успешные атаки хакеров если ты дорогой зритель внимательно смотришь выпуски ньюс блока крипто то прекрасно знаешь помимо скама дефай остаются целью номер один для злоумышленников как следствие развитие индустрии в этом направлении естественным образом сдерживается таким образом появление на рынке нового игрока и тем более его активное развитие для индустрии в целом является очень хорошим сигналом да и для обычного пользователя это также удобно ведь как ты знаешь крупные проекты такие как панкейк и юнисвоп в интерабельности между блокчейнами довольно сильно ограничены единственное что не могу сказать в защиту кошелька бинанс в 3 так это его анонимность и необходимость авторизации на самой минус если тебе здесь есть что добавить напиши об этом в комментариях мы прочитаем и будем тебе очень признательно основатель сети трон джастин сан залил в эдер фай огромный депозит эфира в 480 миллионов долларов согласно данным дефай лама эдер sky протокол который недавно завершил раунд финансирования на сумму 23 миллиона долларов приближается к значительному порогу собрав общую стоимость почти в 3 миллиарда долларов и пятую часть от этого объема занес джастин сан протокол эдер фай известен тем что позволяет стейкать эфир получая взамен суррогатный токен со стоимостью эквивалентный эфира этот токен пользователь может использовать для получения эрдропа самого протокола а также и в других проектах тем самым не теряя стоимость заблокированного в стеке эфира но самое важное и интересный дорогой зритель здесь в следующем дефай проекты а в данном случае именно проекты связанные с сетью эфира обжигаясь теряя убытки на взломах хакеров продолжают активно развиваться и хоть нашу позицию в отношении дефай проектов ты прекрасно знаешь не упоминать о них тем более о достижении таких крупных вех мы не имеем права главное запомни две вещи во первых никогда не рискуй и не используя средства в объеме которые ты не готов потерять а во вторых это не финансовый совет ванок считает что и те в эфире могут обойти и те в биткоина и вот почему в своем недавнем интервью про навканда портфельный менеджер ванок одного из имитентов спотовый биткоин и те запущенных в январе сказал что и те в на эфире могут привлечь большой спрос поскольку размер рынка у него такой же большой если не больше чем у bitcoin идеев вот что он сказал мир инвесторов которые ищут активы приносящие деньги огромен а эфир очевидно генерирует комиссии идущие держателем токенов даже если у вас нет эфира который предполагает стейкинг как свою часть это все равно актив приносящий деньги поэтому я думаю что эфир может иметь больше смысла в качестве актива для большего числа людей чем bitcoin и знаешь дорогой зритель на мой взгляд в этом заявлении есть доли истины единственная причина которая на мой взгляд не позволит эфиру обойти капитализацию биткоина заключается в том что эмиссия данной монеты не ограничена и изменением правил создания и сжигания токенов эфириум фаундэйшн может увеличивать капитализацию как захочет но если не эфир то другие токены могут занять его место и да я понимаю что все это спекуляция а горизонт событий о которых мы говорим очевидно очень большой такие сценарии все-таки исключать нельзя в более же краткосрочной перспективе нам с тобой нужно дождаться завершение судебных разборок между сек и рипл после чего если все пройдет успешно и рипл одержит победу вероятность того что крипто индустрия начнет основательно раскатывать сек значительно увеличится и вот тогда я больше чем уверен что сек ответит на вопрос является ли эфир ценной бумагой или же товаром после чего о вероятности запуска эфира и тех уже можно будет говорить всерьез а еще не забывай что уже сейчас cftc другой американский регулятор напомнил что по их точке зрения эфир является товаром так что на мой взгляд вероятность того что эфир не будет ценной бумагой все-таки довольно высокая но оставим размышления для разговоров в комментариях и перейдем к завершающей части нашего выпуска анализ рынка вместе с кевином свэнсоном кевин что там по рынку мы с вами находимся на самом крутом отрезке нашего параболического тренда и когда мы только подходим к такой точке волатильность обычно увеличивается если мы вернемся к 2017 от исторического максимума в 12000 до 20000 много коррекций 40 процентов имели место а в этом забеге bitcoin до сих пор 40 процентную коррекцию нам так и не показал и от текущей цены 40 процентная коррекция означает значение в примерно 44000 тоже я ни в коем случае не говорю что мы откатимся в 44000 потому что мы еще не подтвердили формирование вершины и дальнейшее продолжение тренда довольно вероятно смотря на биткойн в 2017 вот так выглядел параболический тренд и когда мы находились в этом тренде парабола выглядела вот таким образом цена биткоина поднялась практически до 3000 а мы взяли и сломали трендовую линию параболический тренд сформировав исходящий низ но трендовая линия продолжилась в еще большую трендовую линию и это то что мы с вами обязаны помнить цена биткоина вряд ли пойдет вверх по прямой линии бесконечно долго при этом может пойти выше отсюда как мы с вами обсуждали уже некоторое время назад цель этой параболической линии составляет 90000 и глядя на диаграмму в учебнике экспоненциального тренда то каждый раз когда цена касается трендовой линии отскакивает от нее это означает базу то есть у нас есть первая база внизу вторая база вот в этой точке трендовой линии и база 3 вот здесь потому что каждый раз касаясь трендовую линию мы формируем формацию базы поэтому bitcoin таким образом еще не закончил с базой номер четыре у нас не было подтверждение вершины а цена не подошла к трендовой линии пока еще поэтому приближаясь к этой зоне это значит что у нас ожидает значительное количество волатильности а цена биткоина может показать нам все виды резких движений мы можем уйти на 80 тысяч вернуться обратно к 55 тысячам снова отскочить подняться к 70 снова откатиться к середину 60 продолжаясь двигаться дальше и все это будет в соответствии с параболическим трендом вот насколько безумными эти тренды могут быть а вашу голову это ребята заставят как следует кружиться вот такие ребята дела кевин большое тебе спасибо на самом деле ты говоришь абсолютно верные вещи такие коррекции даже более мощный чем мы сейчас увидели более чем возможны во время движения не менее резкого и не менее безумного так что как я говорил в начале выпуска хоть это и грустно но это неотъемлемая часть так что дорогой зритель совершенно не волнуйся и знай впереди нас ждет очень много интересного на этом я с тобой прощаюсь желаю тебе отличного трейдинга замечательного вечера пятницы и до встречи в следующем выпуске